Областная федерация футбола Также были подведены итоги года минувшего, принесшего немало незабываемых памятных матчей в историю Днепровского футбола. Встреча с нашими усилиями и желанием превратиться в большие победы, знаковые победы и трофеи, которые ожидает наш весь украинский футбол. Также очень приятно, что мы провели в прошлом году на высочайшем уровне финал Кубка Украины, что было отмечено командами, представителями «Динамо» Киева и «Шахтера». Для нас это очень весомое событие и мы надеемся, что футбол такого масштаба, такого уровня будет ежегодно, дай бог, еще чаще присутствовать на футбольных площадках нашего города и области. Также немаловажным событием является столетие нашего легендарного клуба «Днепр». Тот матч и все сопутствующие акции, которые происходили, я уверен, они останутся в сердцах миллионов поклонников футбола. Ну и в целом наш региональный футбол развивается, есть очень много амбициозных коллективов и детских команд, и команда маторов, которые сегодня уже видят свою дорогу во второй лиге и своими победами устилают вот эту тропу, которую он должен пройти, наверное, каждый любитель, для того, чтобы в какой-то момент понять, что он уже профессионал. Детские турниры начали проводиться в федерации областной на высоком уровне. Хорошее судейство, хорошие участники, все. Я думаю, что футбол Днепропетровской области сегодня на самом высоком уровне. Это благодаря того, что федерация работает добросовестно, федерация работает в правильном направлении. Хочу пожелать ей успеха во всем дальнейшем. Кроме того, были отмечены почетными грамотами и подарками ведущие тренеры и специалисты области минувшего сезона. Среди них Андрей Калько, Сергей Соловьев, Александр Стефанов, Денис Бочинский, Елена Кудзеева и другие футбольные наставники и организаторы. В очередной раз не были забыты и ветераны Днепровского футбола. Особые аплодисменты достались нашему патриарху Валерию Лапшину, который 17 февраля отметил свой 80-летний юбилей. В свою очередь Валерий Георгиевич поздравил главу федерации Виктора Андрухива с рождением дочери, появившейся на свет накануне конференции. Ко всем этим поздравлениям присоединяется и редакция нашей программы. Ну а главными итогами конференции стали поставленные новые цели и задачи федерации, которые уже начинают воплощаться в жизнь в новом 2019 году. Дай Бог здоровья, веры в свои силы и удачи всем нашим спортивным организациям, чтобы они действительно так же прогрессировали. А мы в свою очередь как федерация футбола Днепровской области будем обеспечивать все возможные условия для того, чтобы этот прогресс состоялся, поддерживать развитие футбола во всех его проявлениях. И надеюсь 2019 год будет знаковым для футбола не только большого, маленького футзала или пляжного футбола, но он действительно покажет, что мы формируем серьезный надежный фундамент на многие поколения футбольные для нашего города, для нашей области, для нашей страны.